Что я имела в виду, когда говорила, что можно сделать закрытый плейлист, куда давать доступ, например, тем людям, которые оплатили туда доступ. То есть на YouTube есть такая функция, как ограниченный доступ. Есть этот доступ и на плейлисты, и на видео. К сожалению, на плейлистах сейчас нет такого функционала, чтобы именно на плейлист отправить доступ на почту. Но такой функционал есть на видео. То есть вы можете загружать свои видео в закрытый плейлист с ограниченным доступом и на каждый из этих роликов давать уже доступ на почту тому человеку, который, например, оплатил вам этот доступ. То есть персонально на именно почту человека. Если он уже ваш ролик скачает и где-то выложит, то прописывайте договор, что он привлечет какие-то санкции. Но если вы будете просто давать по ссылке, то тогда человек очень спокойно может тоже доделиться вашей ссылкой, и ваш ролик будет смотреть все, кто захочет. Поэтому ограниченный доступ на видео и ограниченный доступ на плейлист – это такая защита, во-первых, от алгоритмов YouTube, потому что в закрытые плейлисты можно загружать видео, которое, например, не совсем соответствует правилам YouTube. YouTube считает, что это не в открытом доступе и более лояльно относится к каким-то нарушениям. Но он все равно это видит, он все равно вас предупредит, что вы загружаете видео с нарушением авторских прав. Вы не сможете все так же залить ролик, который дублирует другой ролик на вашем канале. Если вы хотите сделать такой закрытый плейлист для избранных, чтобы монетизировать его, то это выполняется функционалом доступа в плейлисты. Видео про это есть на канале. И функционалом доступ, ограниченный на видео. Опять же, видео про этот доступ есть. А мы сделали закрытую группу, да? Потому что, как бы, ну, смотрите, у нас другая цель. У нас закрытая группа – это для того, чтобы давать обратную связь. Не для того, чтобы давать какой-то тайный контент. Мы туда размещаем ролики с моими мыслями, там, да, в этом формате, но там нет ничего тайного. Ну, там нет такого, типа, вот я вижу, нам супер Кэйджи написал, «Как начать зарабатывать на Ютубе для новичков». Слушай сюда, мой маленький друг. Чтобы зарабатывать на Ютубе для новичков, надо, берешь клавиши, нажимаешь, там, Ctrl-C, Ctrl-D, Ctrl-V, 12 раз пробел, потом 13 раз G, потом 24 раза 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 12, 16, 4, там, 15, 25, запомнил, записал, а потом нажимаешь, там, свой, там, абра-кадабра, варишь себе, там, какой-нибудь чай и начинаешь зарабатывать. Бабло пошло. А хочешь узнать секретный код, пришли мне 200 рублей на номер 55555557, и я тебе вышлю обратной смс-кой секретный код, который ты добавишь и будешь зарабатывать. Да никак не надо зарабатывать, то есть новички не зарабатывают, да, новички. Вот все ищут какого-то, не знаю, там, как зарабатывать. Вот если ничего, если нет ни канала, ни понимания, никак. Чтобы зарабатывать, надо работать. Если у вас молодой канал, надо херачить. Херачить, вот голову опустили в работу, подняли туда, еды забросили и опять опустили. Потом голову подняли, поняли, что пора спать. Пошли по спальню, на подушку голова легла, потом опять, да. И это все без выходных, без проходных, да. Мы на канале «Школа видеоблогеров» показываем вам. Вы же у нас видите и ролики в выходные, и в будни, и по вечерам, и по утрам, друзья мои.